Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, в постоянном и привычном для себя режиме, соответственно, понимаете, что происходит здесь каждый вечер по будням с 8 до 10. Ну, тем, кто, может быть, к нам подключился совсем недавно, сообщаю, что сюда приходят живые люди. Живые, чаще всего, улыбчивые музыканты. Хорошо, когда еще и с пониманием относятся к тому, что происходит в эфире. Ну и, понятное дело, мы знакомим вас и к творчеству. Если до сих пор вы были не знакомы с этим коллективом, то очень рассчитываем на то, что любовь ваша случится прямо сейчас, прямо на первых аккордах, сыгранных ими в этой студии. У нас есть традиция добрая, надеюсь, но даже для самых-самых маститых музыкантов эта традиция никак не отменяется. Сначала песня, после чего я, естественно, познакомлю аудиторию с вами лично, поименно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Возможно, случится что-то еще. Шар земной не расколет камень. Отелло подарит любимое кольцо. Каин братом не будет ранен. Старый тиран, казнив подлецов, наденет мундир и отравится. Рядом с домом откроет перрон метро. Я буду тебе больше нравиться. Так, первокурсница даст ботану, пусть не по любви, а из сострадания собака будет жива к утру, чтобы мальчик уснул. И больше не плакал. Во время купания, без чьей-то вины, младенец Адольф захлебнется в купели, а мир захлебнется в красивых жидах. Я хочу, чтобы они плясали и пели. Раз. Стало легче дышать. Два. И сердце вышло, иголка. Все это, как пуля болит в голове. Недолго. Слышишь, скрип это сердце, будто в нем песок. Твой дружок спешал с другой, ну и пусть. А мне кажется, что эта грусть однажды все-таки кончится. Эта грусть заставит биться в сердце рукой в стекло. Ну а годы спустя, безо всяких причин, рука вдруг покроется. Сетью трещина стекло покроется. Сетью морщин мы нестонцы сказок, чтобы ждать конца. Когда небо-каток превращает землю в пыль, мы пройдем этот путь до венца. Будто русская в фильме. Уходящая в ил. Уходящая в ил. КОНЕЦ Обними рукою свое плечо, спрячь глаза, почелку пока хватит волос. Твой дружок спешал с другой, ну и пусть. Ведь ты точно знаешь, что там не всерьез раскатает тесто. Но ты только держись, будет горе и радость, сладкий пирог. А когда заболит кошелек или жизнь, ладони сами обнимут того, кто дольше был дорог. Того, кто дольше был дорог. Не говори никому. Все, что можешь забыть, Стицу, старуху, тюрьму. Или еще что-нибудь. Или обхватит тебя, как только уста разомкнешь. При наступлении дня, холодная, хвойная дрожь. Вспомнишь на даче отцу. Детский чернельный финал или чернику в лесу. Что никогда не спирал. Не говори никому. Детский чернельный финал. Сегодня программа. Я почитаю кое-что, что мы знаем об этом коллективе. Прочитаю все. Все, что известно о группе «Встреча рыбы». Кто такая эта «Встреча рыбы»? Это пространство, в котором поэт и эквилибрист Иван Катихин – современный академический композитор и пианист Алексей Курбатов, автор, написавший оперу «Шесть симфоний». Анекдот. Правосель Иванович с оперы вспомнился. «Шесть симфоний, восемь инструментальных концертов, множество камерных произведений». Вадим Ирмолов – бас, гитарист, соответственно, чей бас и его самого можно заметить в фильме «Брат 2» и других песнях, которые мы, разумеется, знаем. Это саксофон, скрипка, клавишные, басы-барабаны. Это энергия настоящего военного оркестра. Это то, что «Встреча рыбы» может лучше всего. Это чудо, когда ты можешь петь то, о чем стесняешься говорить. Танцуешь, как в последний раз, как в первый раз, самый-самый первый раз. «Встреча рыбы» дает мало концертов, записывает мало песен, но делает это изо всех сил. Во благо всех живых существ и наших замечательных детей и котов. Все. Это все, что известно о коллективе «Встреча рыбы». Вот абсолютно все. Кроме фамилии. Он будет все время играть? Кто? Ну, вот этот вот будильничек твой. А он играет? Уже нет, но только что играл. Хорошо звучит. Он на мой вопрос, как среагировал-то. Молодец, обучен. Это все, что мы знаем об этом коллективе. Поэтому сегодня, в общем-то, мы знакомимся с чистого листа. И надо сказать, что знакомство – это должно быть приятным. Я в этом абсолютно убежден. Давайте будем теперь уже здороваться все. Я очень попрошу музыкантов, кроме барабанщика, потому что у него свой микрофон, всех хотя бы раз за эфир подойти к включенному микрофону, просто поздороваться. Иван Котихин. Вокал, стихи, укулеле, эквилибр, как я понимаю, судя по всему тому, что там написано. Ну, поздоровайся. Да, здравствуйте. Вот он. Вадим Ермолов, бас-гитара. Я же говорю вот к этому микрофону. Вот к этому, который горит. Вот к этому. Здравствуйте. Вот. Вы теперь все увидели в кадре человека, которого должна знать по фильму «Брат-2». Вся сторона. Да. Алексей Курбатов. Вы готовьтесь. Вам каждому придется приподняться и подойти к микрофону. Клавишные. Здравствуйте всем. Здравствуйте. В фильме «Брат-3» мы должны будем его увидеть, как мне передавали тут на дысь. Надежда Артамонова, она же скрипка коллектива «Встреча рыбы». Здравствуйте. Здравствуйте. В фильме «Сестры» будет. «Сестры-8». Саксофон клавишный Никита Петров. Привет. Ну и барабайщик коллектива, как всегда, после ведущего самый важный человек, потому что у него свой собственный эфирный микрофон, как и у ведущего эфира. Валентин Лупашко. Всем здравствуйте. Какая классная для барабанщика фамилия. Лупась себе, как хочешь. Лупашка. Очень хорошо. Да, сегодня, кстати, еще один есть участник. Хотел сказать, член, подумал, что не поймут. Участник коллектива – это звукорежиссер Павел Брусков. Павел, можно поздороваться? Привет. Спасибо. Своего звукорежиссера мы представлять не будем. Зачем? Этому всегда волосному мужчине это все надо. Сидит, занимается ерундой, в гаджете ковыряется. Вообще Сергей Дебальский – звукорежиссер программы «Живые». Итак, это все. Это все, что можно и нужно было сказать по коллективу. Все остальное они скажут сами, имея в виду музыку, имея в виду наше общение. Как называлось первое вот это произведение, которое только что прозвучало? Первая песня называлась «Зори». Зори? Зори. А можно мне вот ту штукенцию, которая у тебя шелестела во время звучания песни? Очень люблю такие штуки. Можно я подержу это в руках? Потому что очень хочется всякий раз… Боже мой, какая прелесть. Это заводится, да? Да. Мне вчера дочь просто принесла, пришлось. А, то есть это сегодня премьера для этого? Это премьера, конечно. Это дочь тебе принесла? А сколько лет дочери? Один с половиной. Да, я ее понимаю. Да, я сам в восторге, на самом деле. Да, я ее понимаю. А там ежик пляжет внутри. Ну, я думаю, что это ежик, но не факт. Ежиха. Не, ежиха. Она же в модном пальто и с сумочкой на плече. Ну, сейчас это не политкорректно так говорить, мы не знаем, на самом деле. Что здесь не политкорректно? Может быть, это еж в платье? Я сказал, я тебе сказал, баба какая. Мы же не знаем. Нет, возможно, это еж просто в платье. А, ты об этом? Я, все всякое бывает. Знаешь, как мне кто-то рассказывал, сейчас не помню кто, говорят, даже ученые не очень понимают, когда смотрят на ежика, кто из них мальчик, кто из них девочка. Как понимают, поставят, если побежал, значит мальчик побежала, значит девочка. Вот, в данном случае там еж непонятно какого полу, но в синим, в голубом, ага, да, так неполиткорректно, а в синим пальто и с желтой сумочкой на плече. В общем, скажу я вам так, сегодня тех, кто рассчитывал на какую-то, да пусть уже поет, бог с ним, тех, кто рассчитывал сегодня на какую-то понятную музыку и на понятную историю, я сразу отправляю пить чай с ромашкой, отдыхать и, в общем, даже не прикасаться к своим радиоприемникам, не втыкать их, потому как сегодня музыка, на мой взгляд, очень глубокая музыка для тех людей, которые как-то еще пытаются мыслить, ну, как-то хотя бы пытаются на остатках вот этой базы, которая называется интеллект, еще как-то существовать. И этот коллектив исключительно для таких людей. Мне думается, что именно так нужно писать в вашем пресс-релизе. Люди, еще не отвыкшие размышлять, могут... — Нас изобьют, вот та группа, которая отказалась мыслить, мне кажется, она пойдет и нас изобьет. — А кто признается в том, что он отказался мыслить? — Ну, изобьют все равно. — Так кто же признается? — Кто же признается? — Знаешь, почему сейчас процветает, ты где-то прочитал не так давно в интернете, о том, что процветает бизнес по рассылке, ну, в смысле, по продаже кремов для увеличения членов, например, мужских? — Знаешь, почему процветает? — Я не изучал. — Потому что человек, который это купил, если ему не помогло, он же об этом не скажет никогда, он же не признается в этом, вы же понимаете. — Поэтому этот бизнес — это золотое дно. Вот. Если ты скажешь где-нибудь, напишешь в пресс-релизе, что это группа для мыслящих людей, а все, кто пока или уже отучился мыслить, можете идти на зарю, ну, то есть куда-нибудь туда, люди же не признаются тебе, не скажут, что, да, я скажет человек, я люблю вашу музыку. Безусловно, я слушаю вас, и только вас, и утром слушаю, когда просыпаюсь, чтобы так разбудить мозг перед чашкой кофе, и на ночь обязательно слушаю эти песни, ну, потому что как же иначе, я же мыслящее существо. Вот таким вот образом мы хоть и обманным путем, но приведем людей к размышлению, понимаешь? И когда я сейчас сказал, что те, кто не очень, или отвык мыслить, пошли бы вы погулять, они же наоборот присядут к своим приемникам, будут внимательно слушать. — Это маркетинг. — Естественно, естественно, привыкай к тому, что иногда эти вещи срабатывают. Давайте дальше петь. — Я работаю маркетологом, поэтому, да. — А, тогда почему ты мне задаешь такие странные вопросы, то ты должен рекомендации такие давать. Как будет называться следующая песня? — Следующая песня будет называться «Медведь». И мне кажется, вот то, что вы сейчас рассказывали, оно об этом как раз. — Ну, давай. Как всегда, живой звук в программе «Живый». Встреча рыбы здесь сегодня. Поехали. Медведь ненавидит мед, как слабость, и сладкое мясо свое, как слабость. Медведь ненавидит мед, как слабость, и сладкое мясо свое, как слабость. Сладость становится сутью. Она болит? Ну и пусть. Следы у берлоги наполняет вода, и рот наполняет слюна, остывая. Суть моя тоже кому-то нужна. С боком мохнатым, в такт засыпая, забывая к тебе о себе. Стынув берлоги, кому лелея. Пусть каждый охотник узнает усталость. И не найдет медведя. И не найдет медведя. Мой сын росла и чудовищ прекрасных дев. И дивные дали. Чудовище нашли моего отца. А девы не дали. Оловянный солдатик. С кортиком в сердце плавится суть. Брозовая птица, унеси меня туда, где бы я мог уснуть. Медведь ненавидит мед, как слабость. И сладкое мясо свое, как слабость. Ненависть стала сутью. Она болит, ну и пусть. Она болит, ну и пусть. Она болит, ну и пусть. Еблок, положи яблоко в сторону и возьми в роту Адама. Смотри в камеру, девочка, держись в кадре прямо. Плачь, не плачь, они все равно будут смотреть, не моргай. Ведь артиста и зрителя разлучит только смерть. Дорогая моя, дорогая цена, я знаю. А как ты хотела, зритель стаи? Не сделаешь, как просят на плаве. Сделаешь, как просят на плаве. То не стои, поэтому им кажется, что они лучше знают, как тебе себя вести в их кинозале. Что говорить и как это делать, бедные звери. Бедные звери, бедные звери. И чтоб не встать жертвой религиозных фанатиков, мне кажется, нужно объяснить, при чем здесь Ева. Ева в данном случае, это аллегория, это суть артиста, это его душа, это его супер-эго. Это то, что заставляет открывать рот автора, исполнителя каждый день. То, что не отбрасывает тень. Скорей ты сам становишься тенью, которую отбрасывает твоя собственная муза. И не можешь избавиться от обилия мыслей и слов. А если можешь избавиться, будь готов бежать, не оглядываться. Оглянешься сам, знаешь, соляной столб из песен и слов. Он будет болеть внутри, потом отпустит, и до конца жизни будет немножечко грустно. Это как зуд в ампутированной руке. Эту песню я хотел бы посвятить лично себе. Лично себе. Себе и таким же, как я, растерянным. А если я окажешься как будто нысиком, то это ненаверенно. Просто острое чувство времени, острое чувство, что что-то не сделано. А когда не понимаешь, что не сделано, то это черт побери больно. Хочется кричать, стопать ногами, меня довольна. Как маленький мальчик, росящий кулаком в небу. Только я большой мальчик, росящий кулаком в небу. И перед этой запертой дверью для тебя я понял одно. Как бы тебе не было хорошо, как бы тебе не было плохо, небу всегда все равно. Медведь для охотника, хлеб и вино. Медведь ненавидит мёд, как слабость. И сладкое мясо своё, как слабость. Ненависть стала сутью. Она палит. Ну и пусть все вместе, она палит. Ну и пусть все вместе, она палит. Ну и пусть. Мой сон рождает чудовищ прекрасных дев и дивные дали. Чудовища нашли в моего отца. А там всё нормально. Оловянный солдатик с кортиком в сердце плавится суть. Где бы найти ту прекрасную фарфоровую балерину, которой бы я смог на груди уснуть. Я, я посвящаю эту песню всем растерянным, всем растерянным на всех волнах. Всем растерянным, всем растерянным на всех волнах. Я никогда не понимал, как закончить это. Я никогда не смогу сделать это. Но она должна была закончиться так. Однажды медведи проснутся и выйдут в своё медвежье лето. Всем растерянным, всем растерянным на всех волнах. Всем растерянным. Ну, обычно во время эфира вот я лично сижу, попиваю чаёк. Ну, это для связок всегда полезно. Тёпленький чаёк. А сегодня, мне кажется, другой случай. Просто потому, что одним чаем в данной конфигурации музыкальной... Спасибо, Лиз, большое. В данной конфигурации музыкальной трудно будет немножко разбираться. Поэтому надо вникать. 4647 — это короткий номер для ваших смс-ок. 4647. Сначала пишите свои, делайте пробелы. А дальше всё, что хотели бы адресовать коллективу. Ну, и не забывайте, пожалуйста, о том, что можно с нами связываться посредством контакта. Собственно говоря, официальное сообщество своего радио. Там давным-давно уже выложена фоточка. Ну, такой анонсик красивенький. В нём фотография шестерых молодых людей. Ну, в общем, все они здесь сегодня. Ну, и в самом названии группа «Встреча рыбы» выделена синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую, вы моментально оказываете у них в сообществе. А это значит, что становитесь частью их музыкального проекта. Ну, а становясь частью, вы узнаёте всю информацию первыми. Об их концертах, турах много, тысячных городах. Ну, туры же — это же обязательное условие для музыканта, правда. Об альбомах новых, возможно, новых релизах, которые вот-вот грядут о концертах. Мы об этом тоже можем сегодня поговорить. Не забывайте потом чаты ещё есть у нас. Вот чат — очень удобное место. Коротко, из трёх букв слово, да? Когда говоришь слово из трёх букв, почти все начинают странно улыбаться. Чат. Чат есть на сайте, к примеру, своярадио.фм. Там прям большими буквами написано «чат». Так что отписывайтесь, пожалуйста. Там же на сайте своярадио.фм есть плеер сверху, он длинненький такой. В нём слева онлайн-аудио. Это просто, чтобы слушать эфир. А справа онлайн-видео с синим кружочком. Кликая на этот синий кружочек, вы оказываетесь в картинке, которую нам предоставляет Планета.ру. Спасибо им огромное. Что-то Павел загрустил. Сейчас поговорим с ним тоже, если надо как-то развеселить. Чё загрустил-то? Всё нормально? Всё хорошо? Ну, замечательно. Да, там тоже есть чат, в котором также точно можно отписываться. Ждём ваших сообщений. Естественно, вопросов, эмоций, впечатлений. А впечатлений сегодня должно быть много. Я вас уверяю. Какой тут нафиг чай, пишет Андрей Архипов, например, отменяется чай. Водочки, кусочек, сальца, свежий хлеб и картофан. Но ещё огурчик свежепросоленный. Чай они тут удумали. Вот уж нет, сидеть у монитора два часа и не отвлекаться. Ну да, я по другому поводу, в принципе, примерно о том же подумал, что с вашей музыкой лучше как-то немножечко иначе общаться. Давайте вот с чего начнём, если иметь в виду сам коллектив. Как давно существует группа? Я тут начал считать лет 10 уже, на самом деле. 10 лет? Ну, в этом прекрасном, золотом, на мой взгляд, составе, наверное, два последних года. Два? Два? Два. Два года. А до этого состава? До этого состава были другие золотые составы, золотистые, которые тоже как бы радовали слушателям. Которые помогали маркетологу делать музыку? Ну, тогда ещё не был маркетологом. Тогда не был ещё? Конечно. Ну, тогда сегодня золотой состав маркетолог. Кстати, мы поговорим о том, кто где работает. Это тоже важно. Особенно для молодых музыкантов, которые, сидя у себя в офисе, например, считая себя планктоном, говорят, какой из меня музыка? Какой? Талантливый. Если талантливый, то вполне себе. Почему нет? 10 лет? Ну, в целом, да, в сумме. 10 лет. И эти 10 лет занимался ты тем, что сочинял тексты, музыку и пел? Ну, сочинял тексты и периодически сочинял песни. Иногда не сочинял песни, только стихи. Кто-то писал ещё музыку и пел, да. Ну, и на самом деле, вот мы, собственно, с Павлом, наверное, 10 лет вместе, не расставаясь. Мы даже жили какое-то время вместе, в хорошем смысле. Или, не знаю, плохом, опять же, не политкорректно. Я не знаю, как это оценить. Тогда я понимаю, почему дочка подарила тебе эту игрушку. У меня есть дочка. А кто тебе подарил игрушку? Дочка. Ну, вот видишь, да. Так это тоже очень важный аспект. Дочка-то у тебя сколько, я сказал, лет ей? Меньше лет. Год и пять. Год и пять? Да. Год и пять. То есть, получается, что дочка уже сейчас вникает в твое творчество? Ну, она, я уверен, пляшет сейчас у неё. Счастливый. Строго слышит голос и прям... Счастливый. Папа слышит. Да, она прям... Она ещё и видит папу. Ну, дай Боже. Ну, если да, если мама дала посмотреть. Мама не всегда даёт ей компьютер, поэтому... Так нет, а сегодня такой случай исключения. Как же? Как же мама не даст? Это надо договариваться специально. Записываться. Записываться. Что ж ты не договорился? К маме записываться? Конечно. Интересная позиция семейная. И вообще, хорошо, интересный подход. Надо, кстати, взять на вооружение. Записаться к маме на приём. Кто сегодня? Дочка или папа? Ответ интересен. Да, и попробуй... Вот жена отвечает, и ты думаешь, надо ли дальше записываться. И вообще считать эти дни в записи. Если серьёзно, то эти 10 лет были отданы творчеству, ну, скажем, без каких-либо особых размышлений на предмет того, что эта музыка имеет некую перспективу на продажу. Правда же? Музыка ведь и совершенно не мейнстримовая, то, что вы делаете. Ну, это, знаете, вот на самом деле песня «Медведь» про это. Ну, её понимаешь, что с первого раза там сложно, но там, на самом деле, это, по-моему, абсолютно автобиографическая история, по-моему, не только для меня. Вот. А в целом, ну, я не могу оценить коммерческое, для меня вполне коммерческое. Ну, это понятно. Я бы купил диск. Ну, так естественно, а как тебе, кому ещё, как не тебе? Знаю ещё пару человек. Да, купил диск, так это ты был. Помнится, это анекдот такой тоже есть. Ещё вот Вадим тоже. Анекдот есть такой хороший. Я к чему? К тому, что в программу «Живые» никогда не приходят случайные коллективы. Мы сюда не зовём музыкантов, которые нам не интересны. Но есть нюансы, скажем, да? Есть люди, которые играют традиционную музыку и делают это хорошо. Есть люди, которые играют нетрадиционную музыку и делают это тоже хорошо. Но человек, он такое существо странное. Ну, хотя, может быть, почему странное, собственно, так мы устроены, что традиционные вещи, он понимает, гораздо быстрее и легче. Проще вникает. В нетрадиционной, скажем, в своё время была группа «Аукцион», та же самая, да? Какая-то прямая аналогия, может быть. Великая группа. Секундочку. Я к великому подойду. Я же говорю, в своё время, когда они только начинали. Для народа они были какой-то группой, которая непонятные вещи делает. На пляже там чувак какой-то худой, длинный. Он вот так и остался. А вот и нет. А вот и выросло поколение людей, которые тогда были молодыми, вроде бы как вникали в эту историю. А сейчас эти залы-то полные, между прочим, когда играет аукцион. Они всегда были полные. Да, вот не надо. Я немножко дольше живу, помню. Я помню те времена, когда аукцион играл на 30 человек, между прочим. И, в общем, они, собственно, не гнушались. К вам лет. Мне много. Это я выгляжу просто неплохо. Чего стесняюсь? Фотографируй давай. Я же как раз в профиль сел. Ну что ты. Да. Я к тому, что ко всему надо привыкать. И всё, что кажется сначала непривычным и необычным со временем. Я уже приводил пример в детстве, ну, в юности своей. Естественно, слушал, как любой нормальный ребёнок тогда, и Пинк Флойд, и Дипёпл, и так далее, от группы «Ласковый май» меня тошнило. Прошли годы, и вдруг, в своём вот, уже по прошествии лет, вдруг слышу где-то «Белый ерунду». Ёшкин кот, а ведь, чёрт, неплохо же. Вот неплохо же, чёрт возьми. А почему? А потому что связано с детством. Это такая вот уже отсыл чисто психологически туда, когда было хорошо, когда ещё забот не было особых. Так вот, к тому же человек созревает, и, может быть, действительно дозревает со временем. Но ранние альбомы аукционы просто хуже были, мне кажется. Чем что? Чем сейчас. Нет? Трудно рассуждать. Вот если бы ты любил это, как я тогда, то, наверное, бы ты сейчас такого не сказал. Возможно. Не сказал. Но я их сейчас люблю как-то так. Не сказал бы, да. Вот, понимаешь, как. Ты любишь их сегодняшних, а я люблю их тех ещё. В том-то и вопрос. Так вот, к чему я всё это? Я хочу просто, чтобы было понятно, и тем, кто слушает эфир сегодня, и мне самому было понятно, что музыка для коллектива — это скорее средство выражения своих творческих, ну, слово «амбиции» не скажешь здесь, в данном случае, своих творческих посылов, чем попытка играть на продажу, скажем так. А вот меня лично это очень греет. Я такую вещь, такую историю уважаю. Вот год радиостанции «Свое радио» мы тоже работаем исключительно в творческих интересах, да, и делаем это исключительно из любви к процессу, исключительно из любви к музыке. Так что мы, вот, мне кажется, нашли друг дружку. Что-то загрустили, парни. Надо играть. Не, мы с удовольствием слушаем, на самом деле. Да? Хорошо. Как это? Маслом прямо по сердцу. Понятно. Я еще потом почитаю, что пишут. Ну, давай сейчас прочитаю, чтобы тебе было еще маслянистие на сердце. Начало вполне впечатляющее, но поначалу не всегда можно понять, особенно по двум песням. Отвинешь, Кань, да? Это то, о чем я тебе говорю. Будем дальше знакомиться с группой. И сразу вопрос, чем помимо музыки... Ага. Ну, да. Чем помимо музыки занимается группа и не писала ли группа песни для кино или мультиков, например? Задает этот вопрос Константин Твердый. Нет, ну, для мультфильма мы даже споем песню, но мультфильм все еще не выйдет никак, но выйдет рано или поздно. То есть, в принципе, песня есть, мультик они? Ну, он есть. Я могу даже вам потом дам наводку. То есть, место... Зачем мне наводку? У меня есть свое. Да? Черт, у нас нет. Я обойдусь. Его предупреждать. Да. Так вот, что сейчас будет? Какая песня? А, ну, на самом деле, мы сейчас споем песню, которую мы, ну, в общем-то, наверное, никогда и никому не пели, кроме одного раза, когда мы для совсем своих устраивали маленький концерт. А эта песня, она еще не записана. Песня называется «Бледный-бледный». Не дописана, я бы даже сказал. И скоро она уже, наверное, ее можно будет услышать в студийном качестве. Сейчас позднохов-позднохов дрогнул-вдрогнул. Бледный-бледный? Бледный-бледный. Окей. Абсолютная премьера-премьера, как я понимаю, для слушателей, просто потому, что эту песню никогда не пели. Тем паче в эфире радио, правда? В эфире радио мы, по-моему, вообще не пели, я не помню. Но в этом составе точно нет, а так я не помню. Могли. Могли? Мы могли у того самого Андрея Эйнштейна, который у вас был. Мы там бывали у него. Бывали? Да. Ну, там мы ее точно не пели? Нет. Не пели, все, значит, здесь первый раз. Мне просто приятно, сейчас мне маслом по сердцу, что вы впервые это здесь поете. Да. Ты что? Ну, ты же маркетолог. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня встреча рыбы. Погнали. Град разбил все стекла в доме, Вон, видишь, натекло, не высохло белье. На балконе оловянный Иисус в прихожей, не способный обнять, глядит через плечо и корчат рожи. Так, напившись водой холодной, смерть вышла на крыльцо. Поклонившись чуме и голоду, Посмотри в ее лицо. Но это ничего не значит. Это ничего, это ничего. Просто от меня к тебе война ушел, мой мальчик навсегда. Но это ничего. На картине в хорошей раме Болна крутая мать, Красивый толстый сын, Разбятый нами. Нам с тобой нужен отпуск, Как воздух. Дневным рейсом на солнце На нем мы скаем В горе ясности. Как на самом коротком метре Он помашет нам рукой, Как Гагарин, только полный рот земли. Он зовет меня с собой, Тает, как холодный мальчик. Где-то в вышине в небе голубом, Почему же он из всех своих возможных Казней выбрал шум? Белый, белый шум. Бледный, бледный, Будь, будь первым всегда, Будь, будь первым, Найди их первым, Убей, убей их первым, Ведь наша вера сильнее, Я их веры дах. Будь, будь первым всегда, Будь, будь первым, Да, будь, будь первым, Всегда, будь, будь первым, Найди их первым, Убей, убей их первым, Ведь наша вера сильнее, Я их веры, Ведь ты был сделан совсем другим. Мы с тобой говорящие камни, но мы, к счастью, забыли слова, видишь, небо. Очень мои хлопочки любят неожиданные финалы, они так это замерев руками, так надо уже, не надо уже, надо уже. Встреча рыбы здесь сегодня, и, кстати сказать, люди подмечают то же, что я уже сказал, то, о чем я уже сказал. Например, Александр Кирьянов пишет вот что, это официальное сообщество ВКонтакте, песня «Медведь» мне напомнила фразу из Джека Лондона «Мы едим медвежатину», которая произносилась с моком, белью и малышом в момент преодоления нелегких ситуаций. И сегодня, похоже, именно такой эфир. С наскока такие тексты не въедешь, тут надо вслушиваться по-взрослому, поэзия, тут нужно приложить душевное усилие. Вот о чем я и толковался, на самом деле, в самом начале. То, что вы делаете, это действительно круто, действительно интересно, и это действительно хочется слушать и вслушиваться вопрос в другом. Вы же понимаете, что тот так называемый, сейчас меня начинает подташнивать русский рок, который называют, да, вот этим всем делом, он же простенький. Три аккорда, четыре слова главных, которые надо повторять периодически. Я не говорю, что это плохо, боже упаси, это хорошо тоже, по-своему хорошо. Но то продается, это нет. Я в плане, когда говорю продается, имею в виду восприятие, прежде всего. Кто ваша аудитория, кто на вас ходит? Замечательная история, можно я быстро про русский рок? Я, ну, во-первых, да, что вот я себе даже записал, надо, у нас 7 ноября будет концерт, и замечательная удача попасть на него в Москве, потому что выступаем мы крайне редко, и поэтому, если вдруг все присутствующие здесь хотят, то мы с удовольствием вас приглашаем, и все присутствующие во мне, мы тоже... То есть вас построят пять человек зрителей? Ну, в принципе, вот в последнее время наша, как бы, логика такая, приходят те, кому это надо, и делают это, ну, и слушают нас уже ответственно, потому что, ну, просто концерт, мы наигрались на самом деле, мы по фестивалям поиграли, ну, да, с первого раза нас распроизвольно. Так вот, я раскидывал рекламу, ну, и пишешь, там есть разные сообщества, и вот сообщество, которое называлось «Русский рок», первое нас разместило, поэтому там все нормально, они нас приняли, все хорошо. Ну, если разместили, не значит, что приняли. Ну, как-то очень быстро они прям... Да? Да, ну, хорошо, хорошо, да. Песня «Палестинский рэп» их особенно для него впечатлила. Вот, вся история, я все, больше ничего не могу сказать про «Русский рок». Ну, что касается палестинского рэпа, я тебе скажу, ну, так, если так, между нами и по секрету. А «Моя Палестина», ты эту имеешь в виду? Ну, да, да, да. Так вот, и я ее в анонс выложил, именно эту песню. Я заметил, да. А знаешь, почему? Почему? Объясняю. Потому что я очень люблю и уважаю аудиторию своего радио, очень люблю и уважаю, и вообще считаю, что аудитория своего радио уникальна, потому что эти люди любят новое, в отличие от многих других радиостанций, где консервативно люди слушают одни и те же песни на протяжении 16 лет, причем в определенном круге. Мы про какое радио говорим, которое тоже радио? Про всех. А, хорошо, да. Про любое радио, возьми любую радиостанцию, которая называется «Хит-ФМ», любую радиостанцию, которая зарабатывает бабки. Зарабатывать бабки гораздо удобнее на том материале, который давным-давно привычен, который уже принят давным-давно и, так сказать, залюблен. Причем залюблен настолько, что даже проститутка рядом не сидела. Уже вот настолько залюбили. Ну, это коммерческая модель, и она правда работает? Или это представление тех людей, которые думают, что это работает? Это коммерческая модель, и она к чертям правда работает. Работает, да. Правда, блин, работает. Значит, все заслуживают то, что... В общем, да. Каждый из нас заслуживает своего президента. Согласен с тобой абсолютно. Но фишка-то в том, что двигать-то музыку надо, и развивать ее тоже нужно. Вот эти люди заставляют рассуждать. Вот их музыка заставляет философствовать. Когда я еще так философствовал в эфире? Оно мне надо было? Нет, вы виноваты, между прочим. Пришли сюда, наигрались. А я теперь сижу и мысли не знаю, куда девать. Голова пухнет прямо от этих мыслей. Так вот, а к чему я все это говорил, не знаю. Что наша аудитория? Понятно, да. Спасибо. Так вот, аудитория, которая на вас ходит, она должна быть, ну, как говорят, в изоколубой аудитории. Не, вообще нет. На нас ходят либо совсем молодые ребята, либо люди старшего, среднестаршего возраста, и как бы, которые случайно на нас до этого попали. И молодежь так же. А, то есть повторно уже приходят. А на нас повторно, кстати, приходят. А, ну, у нас с первого раза не понятия. У нас хорош концерт, поэтому. И кто же спорит-то? Не, ну, тут совсем хорошие. Я разные видел. Мы ничего. Кто же спорит-то? Музыка у вас хорошая, и концерты у вас должны... Кстати, что касается концерта, вы в таком составе работаете? Да, да, в этом. Может быть, другие инструменты? Нет, ну, к нам еще присоединяется прекрасная... Симфонический оркестр? Нет, ну, уже у нас, вот, на самом деле, вот эти два человека, они, собственно, и есть симфонический оркестр. Вот Алексей, например, активно и работает с оркестрами, как бы, и, то есть, ну, куда еще? Он, когда играет, оно так и звучит. Я знаю, что симфонии пишет. Он вообще, у него опера есть даже, которая прямо поставлена. То есть, кстати, я вообще не знал людей, где оно было поставлено. И вы как микрофон. А я что, я соврал только что, да? Нет, трудно выбираться, да? Иди, иди рассказывай. Я с композиторами, которые, чьи оперы поставили, редко общаюсь. Вот, я тоже, тоже интересен. Я, собственно, я счастливый человек. Алексей Курбат. Да, сейчас слово есть опера, называется «Черный монах» по Чехову. Так. Вот, по повести. Я ее написал, в принципе, так, в стол, но в какой-то момент у меня обнаружилось, что, в общем, есть... В столе есть люди, да? Да, обнаружился некий интерес к моему столу. Вот, и действительно, ее вот исполняли в прошлом году очень хорошо в Большом зале консерватории московской, прям, по большому счету. Кто исполнял? Ну, там был оркестр Павла Когана, и была капелла Юрлова, то есть, ну, там хор большой, большой оркестр. А почему он об этом говорит так, в проброс? Вот, я... Ну, потому что это моя жизнь. Нет, это моя жизнь, я этим занимаюсь. И это моя жизнь, я счастливый человек, вы понимаете, вот, чтобы он так вот и говорит в проброс. Вот это вот кто наш слушатель? Алексей, который сам написал и предложил к нам. Да, ну, это правда. Вот я делал в том, что три года назад я, значит, наткнулся на одном замечательном интернет-ресурсе под названием «Лепра», где, оказывается, мы оказались все... Как Павел был даже президентом «Лепры». Да, «Лепре». Ну, не важно, в общем, наткнулся случайно на пост как раз про мультика, о котором вы говорили, из которого мы сыграем песню сегодня. И там было упоминание группы «Встреча рыбы». Я посмотрел, ну, как бы промо-ролик этого мультика, и там была песня «Сердце мое». Думаю, надо послушать ребят, потому что это как-то очень здорово. Я скачал альбом, он называется «Недолго». Вот он вышел как раз незадолго до того, насколько я понимаю. В 12-м году. В 12-м году. Вот это и был 12-й год. И я должен сказать, что я просто над ним прорыдал. Вот по-настоящему такую не скупую мужскую слезу, а просто вот... То есть настолько все ужасно было, что... Ручьями. Ну, мне показалось, что это потрясающая совершенно музыка. То есть тебя настолько пробрало? Да, на меня проперло, что называется. И я просто первым же делом написал Ивану, что спасибо, очень круто, здорово, замечательно. Он и его жена. Вот, да. И его жена — прекрасная надежда, которая играет на скрипте. Да, мы привлекли, и очень мы счастливы, на самом деле, что имеем возможность в этом коллективе... И мы-то как рады. Слушайте, а вы друг другу вообще в реальной жизни такие вещи уже говорили? Да. Он мало пьет, я не могу... Он мало пьет, несложно. Он классический музыкант, да, и поэтому они пьют... Ну, они, кстати, некоторые музыканты пьют очень хорошо. Между прочим, классический музыканты, да. Да, да, еще фору дадут неклассические. Вот, которых я знаю, пьют мало, из-за тебя ты процент уронил. То есть я знаю трех человек, но поэтому... Наверное, все-таки ты многого обо мне не знаешь, но... А потому что ты не пьешь. Если бы ты пил, ты бы больше о себе рассказал, на самом деле. А супруга, она скрывает, она держит все в секрете, правильно? Так что вообще вот как-то вот так. Понятно, спасибо большое. Спасибо. Если захочешь, выйди обратно, конечно. Когда упомянулась лепра, я теперь понял, почему... Вот что мне эти лица людей суровые напоминают? Знаю я хорошо этот портал, мой братик там любит тусить много лет. Президент с лепрой вот сидит. Да, я понимаю, да. Особенно в его лице я вижу отражение лепры полностью, в чистом виде. Вот если можно было бы нарисовать некий, ну, скажем, портрет, собирательный портрет пользователя лепры, то вот он перед нами, в чистом виде. Для тех, кто не интересовался никогда, очень рекомендую поинтересоваться этим порталом. Это мир для особых людей. Это особый мир для пока нормальных и обычных людей. И всего за 700 рублей. И всего, да, ерунда какая-то. 750. Но приходящим туда людям становится уже несколько иначе. Они иначе смотрят на жизнь. Как бы... Паша, клади пост сейчас прям. Как бы и с другой стороны. Они смотрят на жизнь под другим углом. И, кстати, там очень неплохие есть... Вообще, цинизм, скажем так, и вот тот сарказм, который присутствует. Можно я президент, да, бывший, да? Можно к микрофону на одну секундочку? Потому что я редко случался общаться с людьми, которые заведовали лепрой. Вот тот цинизм и сарказм, которые присутствуют у пользователей или лепры, и вообще у того формата, который там есть, это история привнесенная или сложившаяся? Вот, то есть, люди собрались до кучи. Ух ты, какие мы клевые. И стали развивать эту тему. Или это была установка изначально? Только такие люди туда приходят. И так, и так. На самом деле, сложилось. Просто я знаю, что нормального человека там заклёвывают, ну, с точки зрения общества, обычного человека там заклёвывают в секунду. Меня всё время заклёвывают. В секунду заклёвывают. Только стоит зайти с умной мыслью, и тебя тут же-то хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, и ты отбивная. Всё, и до свидания. И уже там больше делать ничего. Там может выдержать только тот, кто на жизнь смотрит не через телевизор, а через окно собственного компьютера, внутри, в голове, врезанного. Да. Спасибо. Вот он отвечает так, как на леплик. Я теперь вижу, этот человек точно... Он сейчас вам напишет пост. Это точно оттуда. Ну что, давайте дальше. Что это будет? Следующая песня называется «Глубокий космос». Это песня, которую мы очень и очень любим. Ну, а сейчас перед этим были нелюбимые, я понял. Теперь, наконец, любимая песня. Как всегда, живой звук в программе. Живые встречи рыбы здесь сегодня. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Напоследок схватится и уйдет под лед, Моисей не спрячется, когда Бог зовет. Не вернется в дом он, не затопит печь, Не сберечь покой ему, не сберечь. Отдай мои слезы, Господи, верни мой юный смех, Яблоко от яблони, от греха грех, Смотри мои слезы, Господи, ты видишь, ты видишь не слезы, а звезды. Я глубокий космос, И для меня все кончено. Как богач у мальчика, Покупает смех. Мы отдали всю страсть и радость, Вдруг решив, что это страшный грех. Век волхотов и стремучих степей, Что когда-то китался на плечи, Смотрят с экрана на бледных детей, Белозупой улыбкой калеча. Отдай мои слезы, Господи, верни мой юный смех, Яблоко от яблони, от греха грех, Смотри мои слезы, Господи, Ты видишь, ты видишь не слезы, а звезды. Я глубокий космос, Я тихий глубокий космос. Бьем черное золото большими глотками, Мы чувствуем, что наше время последнее из времен. Видишь, дрожит лед, Стаканит околь ты, Всего мира чувствует пламя летних морозных медленных воев. В этом нет тайного знания, Мы это знали всегда. Человек человека не съест, Но раздавит плечом. Где? Видишь, давки автобусные, Плачет маленький враг. И второй параллель, И третья бомбель. Зон, говорящего, напряжен, Неприятен и зон. Зон, говорящего, Страшен от глубоких морщин. И я не понимаю ни слова, Из того, что он говорит. От того, говорящих, Небой беден. Больше не спрятаться шапкой в руках мне, Остается смеяться битым жерматым ртом, И я прошу, чтоб смеялись все. Все, кто могут, и мой нерожденный сын. Пусть смеется, пусть звенит у тебя в животе. Бьется, будто река под казенным шершавым льдом. А мы сядем на снег, Прислонившись спиной к спине, Глядя на воду неба. Трусливо мечтая о том, что на той глубине Есть какой-то последний закон. Есть одна небольшая печать, что исправит нас всех. И хотя бы один из нас будет спасен. Оттай мои слезы, Господи! Верни мой юный смех! Яблоко от яблони, От греха в грех. Смотри, мои слезы, Господи! Ты разве не видишь? Это не слезы, это звезды! Я глубокий космос! Я просто глубокий космос! Смотри, мои слезы, Глядя на воду неба. Глядя на воду неба. Я вот думаю, вот сейчас сижу и думаю, неожиданно для себя. Так обычно музыку слушаешь, а вот в вашем случае думаешь. Насчет космоса и лепры опять же. Как-то все смешалось. Значит, Таня Шишкова пишет, надо будет потом эфир пересмотреть. Понимаю, что группа интересная, но мозг включаться не хочет. Вообще такая концентрация очень талантливых людей в одной группе просто поражает. Ну, это опять же то, о чем я... Мы еще про Вадим и не говорили ничего. Вот я сейчас как... Слушай, я думал, только у меня интуиция. Вот я как раз и хотел к этому человеку сейчас подойти, просто потому что есть о чем поговорить. Он сейчас как-то загрустил, потому что, видимо... Вадим, можно к микрофону тогда? Коль речь зашла уже, скажем, о «Брате-2» и о каком-то участии во всей этой истории, можно ведь рассказать, что это было, каким образом происходило. Можно микрофон к себе подтянуть, будет удобнее. Вот так, да. В каком составе, в каком виде, в каком ключе? Я в «Би-2» тогда играл. Вот. Да, и мы как раз, когда снимались в фильме «Брат-2», это была такая история, которая, в принципе, ну, была как бы взаимовыгодная с Лешей Балабановым, потому что он нам пообещал нарезать клип. А в то время... Клип это... Да, клип бесплатно. Нарезать? Бесплатно, да. Раньше нарезали одни у других, а теперь он сам предлагает нарезать. Вот как-то. Да. Так. Вот, и поскольку сотрудничество, поехали, снялись. Вот. А 13 мая мы узнали, что мы просто суперзвезды, оказывается. После того, как... На премьере, да. То есть, получается, что у «Би-2» как раз оттуда... Только оттуда. Только оттуда. Не, а я могу рассказать историю, кстати, про «Би-2». А я до «Би-2» занимался таким проектом, как «Жуки». Вот «Батарейка», да, песня. Ну, я понял. Вот. Вот это вот. Вот Юля очень любит группу «Жуки». Я там даже все высокие вокальные партии пел. Угу. За «Жукова»? Да. Ну, вместо «Жукова». Вместо «Жукова». А я-то думал, ну, кто же это? Понял. Все вот эти вот... Ой-ой-ой. Так-так-так. Да, это мое все, да. Так. И буквально тут же я ушел работать в «Би-2», и было такое хит-парад в журнала «Союз» летом. Было такое, да. Сто самых продаваемых альбомов. И вот, значит, после «Брата-2», после вот этой премьеры, когда моя жена маленько нервничала, потому что нас начали кидаться предметами женского туалета прямо на площади. А что нервничать? По-моему, приятное дело. Ну, сначала приятно, а потом, когда... А потом, когда в лицо попадает не очень. Когда все время так происходит. Мне очень приятно. Угу. Вот. И моя жена это пережила в свое время. Правда, я не музыкант, но по другому поводу. Ну, да-да-да. Когда и женские предметы женского туалета, и... Резиновое изделие. Ну, сейчас она при этом, когда вспоминает, улыбается. У меня тоже, да. Вот и хорошо. Так. Да если не вспоминает тебе, нет? Нет. Знаешь, как в том анекдоте лбом, ложкой по лбу, да? Как вспомнишь, у нее девкой взял, так это... То есть нормально, она уже отошла. Абсолютно. Хорошо, все. Так. Ну, она меня взяла уже как бы такого. Тепленького. Тепленького, да. Ну. Вот. И по поводу, вот, кстати, популярности. Летом мы сначала выпустили «Жуками» вот этот известный альбом, а потом в «Би-2» вышел альбом. И был... Мы смотрели вот эту вот сотню самых продаваемых альбомов по фирме «Союз». Первые 50 моей песни. На «Би-2» при всем пафосе, при всем пиаре, при фильме, при всем-при всем. Были 26-ми. У «Жуков» были топовые шестые продажи. Вот так. Вот так вот. Вот так. Но потом годом спустя, двумя спустя, «Би-2» поднялся гораздо выше. Ну, нет. Я говорю не про величины там какие-то, а как оно работает. Вы просто тут разговаривали, я не мог вклиниться. Почему? Можно вклиниться в любой момент, когда удобно. Пожалуйста. Нога болела. Что касаемо... Я понял, тебе прошло, да? Что касаемо продаж... Я, как говорил, о продаже, я ведь не имею в виду в чистом виде коммерцию. Да-да, я понимаю. Я имею в виду восприятие, да? «Жуков» легко воспринимать. Ну, потому что просто все доступно, весело. Этот материал так и делался, собственно, чтобы можно было взять в подъезде и сыграть на гитаре. «Жуки», кстати, ратируются на своем радио с удовольствием, я их кручу, и с удовольствием о них их слушает народ. И «Би-2», кстати, есть ратация. И «Вадима», как выяснилось, тоже слушает. Да, получается так. У «Би-2» там музыка посложнее. То есть у тебя, получается, путь был такой, от простого к более сложному. Потому что «Би-2» музыка уже несколько более сложная, чем «Жуков», а во встрече «Рыбы», пардон, это уже даже не «Би-2». Я еще в 82-м году играл в симфоническом оркестре имени Сигизмунда Каца. Вот это тема. Слушай, это можно целостно... Я классический музыкант по образованию. Еще один классический музыкант. Чтобы, да, вот я счастливый человек, у меня-то вообще нет образования музыкального в этом проекте. У маркетологов вообще нет никакого образования. Я вообще врач по образованию. Это особенно. У меня даже маркетологического нет образования. Секундочку. Врач какой? Врач-терапевт. Терапевт? Да. Ну, поэтому ты всех и прилечил, я понял. Здесь один классик, другой классик, третий классик. Саксофон тоже к классическим уклонам, я так понимаю. Ну, я только музыкант заканчиваю. Ну, неважно. Но все равно же... Не ближе, иди сюда. К микрофону иди, да. Я так понимаю, что... Никита, да? Я так понимаю, что образование так и так есть. То есть это не самоучка. А потом, как-то в 13 лет, эта дудка в руки легла, ну и начал играть на саксофоне. И закончил музыкальную школу. Закончил музыкалку в третий раз, да, по саксу. За год. В третий раз, в смысле? Некоторым другая дудка легла. Ну, все основные оценки были. Осталось только специальность. Меня послушали, ну и сказали. Ну, давай, ладно уже. Бог с тобой. Надоел просто. Хватит уже в третий раз. Но опять же, человек, подали секундочку. Остался у нас барабанчик. Скажи, дружище, у тебя-то есть образование музыкальное? Нет, я самоучка. Ну вот, хорошо. И ему 21. Вот что, меня надо про него знать, ему 21. Почему я должен об этом знать? Нет, просто, я не знаю, я на него смотрю, хочется выпить его кровь молодую просто. Он слишком молод, я просто. Я с таких молодыми людьми больше нигде не общаюсь. Твою 27, 21, это уже молодое. 35, к сожалению. Ну, весь тоже неплохо выглядишь. Тоже неплохо выглядишь. Но 35 не уже. Вот давай сбрось вот эту историю. 35 еще. Вадим вообще не скажет. Не началась. А он пацан. Уже это у меня. А тебе сколько? Мне? Да. 53. Ну, это тоже не уже. То же самое начало. Нравится разница. Поверь мне в мои 72. Образования нет никакого? Да, у меня нет образования. Ну, как? Среднеспециальное. Вот. Все жки есть. Ну, какое-то? По барабанам-то? Нет, по барабанам нет. Нету? Нету. Ну, хорошо. Тогда вас это как минимум объединяет. Я в данном случае имею в виду вокал и барабан. Да, они вообще без образования идут. А вот тебе, секунду. Я в водичке. Хорошо. Тебе, как человеку такому опытному, такому маститому, я вообще не знаю, какие слова еще. Вот Алексею тоже, человеку с таким высоким образованием, композитору. Вообще оно надо вот с этим вот? Маркетолог, врач какой-то, не пойми кто. Ну, я, кстати, сам иногда такие вопросы задаю себе. Ну, лепра. Задаю, потом подумаю, думаю, надо. Думаю, надо. Все же надо, да? Надо, да. Ну, ладно. Ладно. Вот если такого рода люди и такого уровня музыканты говорят, что надо, то, наверное, в этом есть действительно смысл глубокий. Хорошо, что в данном случае могут об этом сказать еще коллеги-музыканты. Видишь, как не я только, не один я говорю, что надо. Они тоже говорят, что это жажда, да? Можно я... И, конечно, можно, но как же, Леша? Как же, можно-можно. Вот сейчас Леша разговорится. Я больше того скажу, что вот по роду своей деятельности, да, я очень много играю концертов академических, и, соответственно, я играю как сольно, так и в ансамбле, вот в частности. С женой у нас дуэт давным-давно. И, ну, то есть много концертов, это много. Это 50 в год, это 60 в год, то есть, ну, посерьезно. Это классика. Да, это классика, да. Это я к чему все говорю, что мы столько с моими коллегами, академическими музыкантами, мы не репетируем вот даже пятую часть от того, что мы, что я уделяю, ну, как бы уделяю времени встрече рыбы, да, вот даже пятую часть времени я не уделяю своим коллегам, академическим музыкантам. И вот, да, я чувствую, что мне это надо. Ваня, он тебе когда-то это говорил вслух? Нет, это вот, я вот сейчас только сам сообразил, я посчитал просто по времени. Я догадывался. Ну, как у нас принято, две репетиции проводишь, три там что-то дома. Ну что, ты на премию наговорил, все, на премиальную комедию. А здесь как бы все посерьезно. Надо чем-то час закрыть красивым, и мы потом уйдем на паузу. Я сообщаю об этом тем, кто слушает нас, возможно, в первый раз. Как только закончится эта песня, мы уйдем на паузу, немножечко отдохнем, проветрим студию, и потом еще на целый час вернемся обратно. Песня должна быть трогательной или энергичной? Песня должна быть три минуты. Тогда сердце мое. Как всегда, живой звук в программе. Живые здесь сегодня встреча рыбы. Пока, ребята, настраиваются, эта музыка как раз к мультфильму «Сердце мое», который снимает Илья Ядович. Если вы потрудитесь набрать в Ютубе «Сердце мое» Илья Ядович, вы найдете потрясающий по красоте ролик про этот мультфильм. Мы готовы? Поехали. Ура. Сердце мое синичкой забьется в руках уздечка. Пусть мама не плачет, забыв о тревоге, забыв о печали. Поскачем, 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 поскачем. Улыбка и речка, лес и объятия. У счастья седы, пока и грим. И песня красивая с родины мам. Старинная песня, очень красивая. Сердце мое, сердце мое, сердце мое, сердце мое, где ты? Сердце мое, сердце мое, сердце мое, где ты? Сердце мое, попросят прощения у края, что сам нежелая оставил. Когда живешь дома, всегда будто детство. Когда уезжаешь, становишься старым, оставь на окне молоко, сыр, лаваш. Мы будем красивыми и молодыми. Спустя много лет, вернувшись к обеду, такими большими, такими большими. А сердце мое, сердце мое, сердце мое, где ты? Где ты? Сердце мое, сердце мое, сердце мое, где ты? Где ты? Где ты? Сегодня в программе «Живые» очень любопытный коллектив. Для тех, кто пока еще не устал мыслить, для тех, кто пока еще не устал от поисков чего-то нового, необычного, погружения в какие-то философские глубины, это сегодня для вас, уважаемые. Ну, так как пауза была долгой, перерывчик у нас уже случился, наверное, стоило бы начать этот час с песни. Хотелось бы узнать, что это будет за песня, что вы будете петь на сей раз. Эта песня называется «Машинный король». Даже для нас, многие у меня друзья говорили, что даже для нас она сильно музыкальная. Ага, ну хорошо, давайте послушаем, что значит сильно музыкальная. Ну, я уже, да, бог с ним, говори куда угодно. Как всегда, «Живой Зок» в программе «Живые», здесь сегодня встреча «Рыба». Поехали. 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 Наш страх старше нас на две тысячи лет, это так. Твоя колыбельная слишком страшна, чтобы уснуть. А на поле я слышал, как стены домов распипается, словно стекловые так. Ведь стеклу не попасть в твою соль попадая. Бемоль, я стою за тобой, я мышенный король Я мышенный король А учи меня танцевать, чтобы я не кружился Но мир кружился вокруг моей коллапы И локти кусали все те, кто умел танцевать до меня Луна завыпая, налевая, за тенью земли набивая слова Море выходит на берег, будто хочет спасти корабли от песни твоей Как будто бы я не успел, я стою за спиной у тебя Я мышенный король, я пришел за тобой Космода укроет земля ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приду к тебе ночью, когда ты уснешь, я прикоснусь к твоим волосам Он запоминает твой запах, и я хочу, чтобы ты поняла, да Да, я хочу, чтобы ты поняла, что это старое сухое дерево еще может давать плоды, да Да, это старое сухое дерево еще может давать плоды Много, много долгих холодных лет И я думал, какова моя роль в твоей жизни, и я нашел эту роль Ты, ты моя королева, я мышенный король И я приду за тобой, я мышенный король Ветер дует, море идет Хочешь прячься под лавкой, хочешь сиди во дворе, нам теперь трое Ветер, море и ты, и я прибуду в конце Засволяй твое солнце Я мышенный король Встреча рыбы Так называется коллектив, который сегодня здесь И я не устаю удивляться тому, что происходит в этой студии Ну, просто потому что, когда бывает, вот, общаешься с людьми на разные темы Особенно с людьми творческими И людьми немножко ненормальными А мы все творческие люди слегка ненормальные Как говорят, слегка не в Минько, это нормально Потому что иначе было бы совершенно невозможно что-либо творить Человек, как бы, математикой искусства не померяешь, правда? Это совсем другая категория Вадим считает часто иначе, мне кажется Ну, он басист, ему может У басистов другая немножко Сфера деятельности Преподаватель музыки есть еще Мы тоже об этом уже говорили, естественно Но, тем не менее, как ни крути А искусство это несколько иная история Не связанная ни с каким расчетом, скорее всего А более чем с душевным погружением Так вот, мне интересно стало вдруг неожиданно для себя Иван, как ты живешь? Я имею в виду, каким... Как складывается твоя жизнь с точки зрения вот обывателя? Ты, как и все люди, ходишь в магазин Ты, как и все люди, просыпаешься утром Завариваешь себе чашку крепкого кофе, например Ты, как и все люди, воспитываешь ребенка Ведешь домашнее хозяйство Или это происходит несколько иначе? Да Что-то Да, просыпаюсь, завариваю кофе Ращую прекрасного, надо отметить, ребенка Верю С отличной женой Вот Я просто суть вопроса не понимаю Ну, то есть, да, ну, вот, потом приходим и делаем музыку И мне кажется, ну, так и надо Ну, то есть, в этом, на самом деле, вот этот артистический момент Это, как раз, мне кажется, элемент больше маркетинга Нежели, ну, когда ты такой артист Рука на лоб И ты все и начинаешь творить И сжечь Мне кажется, ты, как бы, садишься и делаешь Я не знаю, ну, Оден, если, знаете, да, вот Хьюстон Оден Он, как бы, будучи, там, законченным алкоголиком Великий, да, английский поэт Там, Бродский был его фанатом И вот он просто, ну, вот он вставал с утра И, как бы, писал, 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 писал Там, до середины дня Постепенно, правда, напиваясь Но я к тому, что это нормальная ежедневная работа И именно, ну, она и создает, на самом деле, это чудо И Алексей также, вот, пишет музыку И Вадим также занимается То есть, к вечеру уже не каковские оба, да? Нет, я никто Ну, это второе, да Некоторые из них, да Вот Вот, но В целом, мне кажется, это нормальная работа И, ну, дополнительного флера я сейчас просто Ну, мое мнение Просто он может быть, его может не быть Но это как это Дополнительная просто какая-то история Там, не знаю, как в стиле Курта Кобейна Он еще и умер потом, в 27, там, например Вот, но Отжег, да, вот таким образом Неожиданно, или там Джим Нет, немножко, это я немножко о другом я говорил Я приведу пример Из жизни, чтобы понятно было, что я имел в виду Возможно, не очень правильно сформулировал мысль свою Ну, у меня театральная семья Там, мама, актрис, папа, режиссер Вырос в театре и сам имел ее образование театральное И был Ну, уже его нет, потому что уже очень тогда он взрослый был Довольно известный режиссер, который И жил вот так, как работал Да, жена у него была лет на 20 моложе А то и больше, чем 20 лет Я просто присутствовал, такой был момент Мы зашли с матерью к ним в гости по какому-то поводу Но он сильно устал и решил пойти спать А мы говорим, вы пообщайтесь, пожалуйста А я пойду отдыхать, у меня завтра утренняя репетиция И ушел Ушел из кухни, ушел и нету его И вдруг долгая-долгая была тишина И вдруг крик из комнаты Катя! Это жену так Катя! Ой, ё-моё, забыла, забыла, забыла Катя так чих-чих-чих-чих И возвращается на место И мать ее спрашивает, моя, а что это было-то? Ну как, я ему постель не расстелила То есть человек дошел до постели А она заправлена Это уклад Он стоит над постелью и ждет А Катя не идет Катя там на кухне беседа беседа Катя! Сказал он Катя пришла, расстелила ему покрывало, сняла, чтобы он мог лить Вот я тебя и спрашиваю Не стимулы, которые тебе нужны для того, чтобы сочинять твою музыку А как ты живешь? Ну вот именно так Катя, кстати, моя жена Катя И вот она сейчас ржет Вот она ржет, а работает это именно так Спасибо У меня все в порядке с интуицией В общем, так это и происходит Все, теперь я понимаю, ты нормальный творческий человек Никак не будь, а ты нормальная творческая единица Так у нас полстраны творческие Абсолютно верно Особенно те, у кого жены Катя Александр Путува Так за этот человек его ступишь Вот Семен меня навел на мысль, почему у меня встреча рыбы не покидает флэр уже столько лет Из большинства групп за несколько месяцев прослушивания вырастаешь, в кавычках Ничего нового от нее уже не получаешь А с ВР нет такого До сих пор нахожу в музыке что-то для себя Такая же история, навскидку, у меня с Пинг Флойд Прости, господи А это о многом говорит Вообще Врастаешь встречу рыбы То есть теперь Она врастаешь как нога Теперь я тебе рекомендую купить себе пижаму Так, чтобы Катя расстилала тебе постель, а ты стоял над постелью в пижаме Ну, чтобы это еще более по-барски было Или как, нет, ну это опять же Может быть, я хочу ночную рубашку, как у ежа, например Только не светло-синя Ну это, да, тут как... Ты пойми, здесь уже... У нее мальчиком синее, а девочкам розовое Хотя тоже это гендерная, гендерная какая-то история 46-47, это короткий номер для ваших смс Сначала свои, про Бельчик, дальше ваше сообщение Что касаемо концертов? Не уходи Не уходи Иван, вернись назад Концерты какие-либо у вас будут в ближайшее время? Москва, 7 ноября Концерт в Чайна Тауне Спасибо большое за вопрос Я все время забываю заниматься этой прекрасной рекламой Ну, то есть, я серьезно говорю, приходите Это прекрасный состав Я не знаю, сколько это время продлится, пока мы существуем Потому что существовать нам... Ну, нам действительно и трудно собираться Из-за нашей там всей занятости и так далее Концерты мы играем хорошие, редко Вот, а еще будет концерт в Туле Если ничего не отменится, то 14 ноября Если кто-то из Тулы вдруг нас сейчас слушает, то вот мы будем у вас И, возможно, будет Петербург, но все, руки не дойдут, договориться Надо договориться просто Договариваешься руками, что ли? Я практически, да, пальцами Творческие единицы, я понял Итак, 7 ноября Во сколько? В 8, я так понимаю? Ну, начало в 8-9 часов Можно зайти на нашу группу ВКонтакте Если в основном это... И там вся есть информация Особенно вы можете получить еще, извините, скидку на концерт Если вы там перепостите и прочее, прочее, прочее Там все написано прям замечательно Ну, а 14-го Тула, опять же, тоже неизвестно где, да? Про Тулу вообще ничего не знаю Пока сказали тихо Сидим, ждем Но 14 ноября 14 ноября Тула, да, точно Но где-то и сидим, ждем Пока не знаю Это будет секретный концерт для туляков, я так понимаю И раскроют тайну только в последний день Так что вы все ломанулись и бегом-бегом Чтобы, не дай бог, не промахнулись Надо петь дальше Я с удовольствием Я догадываюсь Как будет называться следующая песня? Следующая песня называется «Кафель» Тоже новая песня, которую мы нигде не играли Спасибо вам за это огромное Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня встреча рыбы Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как ты навяжешься теперь Когда вместо тепла С летом приходит холодная ярость Короткого дня января Ах, 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 болит голова Грозом в небе и бурям в горах Как аем, чувствуя одиночество Мы ищем смысл в трех от сновениях Лавины не сходит на всех одно отчество Мы братья друг в трубку и банка со змей Еми мы, еми пикмей И восстан, ема жизнь И все, мы полная планка, прикрат И в доме, иди Дьявол сеть, дьявол сеть Повторяй, не спеша Дьявол сеть, дьявол сеть Он такой же, как я Что ты запляшешь теперь Когда древний гранит Мнется и крошится Будто бы кубкой земля под ногами дрожит Ах, 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 соленый бронхит С этим кашлем Все меньше болит Все то, что могло показаться важным Все то, что кажется отчаянно нужным Отстань отвагу другим Отважным Оставь эти страсти того Кто научил нас Научил нас Просто 죽она Повторяй, не спеша Дьявол сеть, дьявол сеть Он такой же, как я Дьявол сеть, дьявол сеть Повторяй, не молчи Дьявол сеть, дьявол сеть Он такой же, как мы Катятся камни, катятся камни Пекут ручьи, пекут ручьи Не думая о главном, не думая о главном Здесь главный ты, главный ты Журавлики в небе, слепые корабли Всем этим мы набиваем рты Святость в кассетах, святость по праздникам Здесь главный ты, главный ты Аплодисменты 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 По-моему, хорошо Спасибо, приятно Надежду пусть выделят особенно Ее красоту можно же посмотреть Конечно, народ и смотрит Вань, слушай, у меня вопрос какой возник сейчас Возможно, для тебя этот вопрос окажется смешным И несерьезным просто потому, что для тебя это часть твоей жизни А мне вот стало вот что любопытно Ты же не музыкант Ну, то есть не имеешь музыкального образования Ну, я попытки совершаю иногда на пианино научиться И делаю это с переменным успехом Ну, пока да Ну, вот нам это все делают с переменным успехом Я тоже помню, как одним пальцем чижик-пыжик В свое время пытался играть Вопрос не в этом Ты не знаешь нот? Ну, знаю сейчас уже, но так Ну, как ты пишешь? Вот, допустим, если ты пишешь какой-то нот Я думаю, лежит, ну, Фуги Баха у него целое собрание Ну, это правда Играть я их не умею, да Но лежат, это правда Я почему вдруг об этом спросил Просто та музыка, которую вы делаете Это музыка некого иного сознания Такая психоделика, к которой надо прийти Это все нужно аранжировать Мне интересно, ты когда сочиняешь, допустим, текст Как у тебя рождается? Сначала музыка, потом текст Или обратная история Сначала текст По-разному Ну, на самом деле тут больше Почему Павел тогда, в том числе участник группы Он, в общем-то, неплохой электронный музыкант Когда этим занимается, вот И он периодически просто приносил какие-то Сейчас как-то бросил он это дело Ну, вот Медведя, например, я точно написал На тот луп, который он принес То есть какие-то штуки такие, вот Я сейчас не про луп Ну, как механизмы, ну Я же забываю, лепра Надо же все четко формулировать Да иначе заклюют потом Так вот, я сейчас это буду делать четко Для того, чтобы сочинить песню Фронтмен Чаще всего этот человек сам сочиняет Рыбу музыкальную, да, напевает ее Либо наигрывает Приносит коллективу И говорит, братцы, вот А вот текст Музыканты садятся репетировать Каждый из них что-то привносит Вот получается интересное Какое-то произведение В вашем случае, как мне кажется Для того, чтобы сочинить И вот все это аранжировать Все люди должны мыслить Примерно одинаково Ну, просто потому что То, что вы делаете Это то, что слово нестандартное Оно становится уже обыденным Для сегодняшнего эфира Но это не совсем обычная история То есть получается, что У каждого должен быть Некий сдвиг в сознании Этот сдвиг должен быть В хорошем, в кавычках В одну сторону Либо тебе удалось Их всех сдвинуть В одну сторону Либо тебе повезло Что все они сдвинуты В одну сторону И они вдруг сошлись у тебя Под твоим, так сказать, покровительством Ну, чудо ансамбля На мой взгляд С речи рыбы В том, что реально все разные И как раз в них Они очень разные Привносят Но, видимо, их, да Объединяет Ну, наверное, мои стихи Объединяют, например Ну, что приятно Спасибо вам, дорогие друзья Они не сказали Ни да, ни нет Ну, хорошо Объединяет Объединяет Окей, окей, окей И я думаю, что Ну, вокруг как бы смысла Ну, то есть Я не знаю Для меня проблема современной Вот музыки Которую мы так долго говорили Там, включая русский рок Что смыслов меньше стало То есть были как бы Ну, либо я старше стал Я не знаю Вот скорее Раньше, может быть, да Ну, то есть раньше ты как бы Хотя, с другой стороны В стихах Борис Борисовича Как бы наоборот Больше смыслов находишь Потому что читаешь, видимо, больше уже как-то И там появляется Понимаешь, всплывает Ну, это потому что Потому что он из космоса Да, там отдельная тема Да, у него это своё радио Вот И просто Ну, ребят, это Ну, я не знаю Всех Я даже не могу на этот вопрос ответить Как это работает, да? Ну, как это работает? Вот просто сам по себе О, хорошо Как механизм этот работает? Вот Вадим знает, как это работает Вадим, как работает этот механизм? Мы, на самом деле Это же не так Вот Люди могут подумать Что мы вот Сошлись И одними мыслями стали мыслями На самом деле это такое То, что мы пишем песни Это процесс Ваня присылает, допустим Что-то записал Он в лоджике Присылает Там, мне Я что-то там записал Присылаю Ване Ваня говорит Вот хотелось бы по-другому Делаем по-другому И Ваня говорит Что-то не то Это не такой процесс Который Включили Аранжировки Они делаются по ходу В общем, здесь все угождают мне Да Одеваться не буду Самодовольный Одеваться не буду Да, да Я счастливейший человек Тут же либо нафиг послать Либо угождать Одной Либо терпеть Терпеть Но что-то ведь заставляет вас терпеть Ну что-то же заставляет Это дорогого стоит на самом деле Когда что-то заставляет Любовь, наверное Вот я просто подумал Как в жизни между людьми Вот двое, да Мужчина и женщина Вот есть какие-то противные вещи В характере второго твоего Ну партнера, да Условно говоря Но ведь ты же терпишь Ты же угождаешь А почему? Спрашиваешь ты себя А потому что Любовь Вот Скорее всего Это вот как раз И есть то самое чувство Которое вас объединяет Вокруг Ивана Ну я так думаю Но подтвердите Именно Вот все Любите меня Я хочу, чтобы Котехин Шел отсюда абсолютно счастливым Акрылёном Я и пришел такой примерно Я заметил, да Но мне хотелось бы, чтобы ты ушел А это кстати Часто мне говорят Вообще Это как бы достаточно популярное Как бы Заканчивание беседы Мы пока еще не закончили Подожди, подожди Значит сижу Офигеваю, пишет Алексей Суворов Энергетика у группы Как у Напалм Дэдс Только круче Цепляет Понятно? Какие сегодня сравнения Вот вы смеетесь На самом деле это цель наша Ну я сейчас даже не шучу Вот серьезно То есть Напалм Дэдс? Ну как То есть Ну энергетика должна быть Нормального ансамбля Которого там гитара Примочки И Ну да То есть мы Мы это и хотим То есть мы хотим Ну сметать на своем пути Просто ну теми средствами Которые нам ближе Вот и все То есть и это наше вот Как бы очень Очень правильное сравнение Спасибо Нет Ну это тот самый случай Когда теперь я слегка офигеваю Да В коллективе скрипка Клавиш и саксофон А мы хотим сметать На своем пути все Что у нас попадается И мечем Ты понимаешь да Я бы понимал Если бы здесь было две гитары Басуха какая-нибудь Там и все И барабаны А там барабаны Это рабочие барабаны бочка Все ничего же больше И они подметали еще И они так просто подметут Ну в таком случае Это еще один уникальный аспект Коллектива встречи рыбы Они делают Практически невозможное Теми средствами Которые у них есть В общем делают это сознательно Дальше Дальше да Давай дальше Что это будет И вновь это премьера Песня которая называется Самый первый раз Очень мне она нравится И был период в ансамбле Когда мы перестали существовать И пока Алексей не пришел Мы ну только с Вадимом собственно Работали как бы плотно Вот что-то делали И эту песню мы очень долго делали И вот неожиданно с приходом ребят Мы ее строили Строили Наконец построили Ура самый первый раз Давайте Как всегда Живой звук В программе живые Здесь сегодня Встреча рыбы Погнали Встреча Рука с рукой Говорит Молчит лицо Рука с рукой Говорит Пустое все Обрыв брека Колючий взгляд Я знаю все Я знаю где было вчера Зачем кольцо Соленый терпкий сыр луны, он видел вас Во рту разлилась ртуть вины, заплакал глаз Каким был самый первый раз, смотри в глаза Слеза просилась на ладонь, но в ней змея Каким был самый первый раз и где был я Зачем рытают звезды, зачем бывает лов Слишком поздно, все вернул, все вернул Слишком поздно, все вернул Река с горой говорит, горюет лес Река с горой говорит, закончим здесь Пусть камнем в дребезке разбит стакан небес Река уснет во льду, а лес исчезнет в пламени Но слишком поздно, все вернул, все вернул Слишком поздно, все вернул Слишком поздно, все вернул Слишком поздно Ну я понимаю, почему эта песня долго рождалась Мне кажется, даже дело не в том, что ребята пришли, не пришли Она сама по себе не могла родиться быстро По моим ощущениям Потому что одной этой песни достаточно для того, чтобы вогнать человека В такой транс-размышлении И в такой, знаешь ли, водоворот собственных мыслей Что, мама, не говорю, я даже не помню, когда она началась, когда закончилась Мысли закончились в ту секунду, когда ты яйца положил Ну в смысле вот этих еще Да, я понимаю Как они называются? Шейкер этот, да? Шейкер В виде яичек пасхальных Смотри, что... Ну еще раз, сделай так Позвини яйцами, пожалуйста Ну, спасибо Александр Кирьянов пишет А что тут такого? Значит, первый раз слушаю этот коллектив У меня возникло несравнение, конечно Но вспомнилось настроение Ведь музыка и тексты всякой группы создают определенное с характерными оттенками настроение А от прослушивания группы «Встреча рыбы» у меня такое настроение Которого от прослушивания песен не чувствовал очень давно Повторюсь, я не сравниваю, не пишу о схожести стилистики или текстах А вот именно о настроении Оно у меня такое, какое было когда-то От прослушивания песен ветеранов Екатеринбургской Хотя, наверное, вернее было сказать, Свердловской рок-сцены группы «Апрельский марш» Хотя с чего? Две совершенно разные группы Загадочность ли, некоторая нездешность, симфонизм, распевность ли звучания тому причины Не понимаю Какой-то обнадеживающий декаданс Такое вот у меня удивительное настроение от песен этого коллектива Кстати, о декадансе мы сегодня уже косвенно так или иначе говорили И перетекала эта тема из одной в другую Но вот это ощущение, понимаешь ли, аудитории передаются? Мы просто с Пашей из Челябинска, поэтому я думаю, что может быть какая-то связь с Екатеринбургом Поэтому декаданс Острая Я не могу ничего сказать, что «Апрельский марш» практически не слышал Да ты что? Ну что-то как-то пропустил, да Ну я больше Ты зачем сюда пришел? Ты сейчас просто позоришь группу «Встреча рыбы» «Встреча рыбы» Так, ладно, кто слышал «Апрельский марш» в этом? Я очень рекомендую, послушайте, правда, есть что Там действительно, между прочим, я не знаю насчет какой-то схожести Нет, конечно, совершенно другая группа Но по своей нездешности вот этот тезис действительно точен абсолютно «Апрельский марш» всегда была группой нездешней Вот вообще непонятно, с какой она планета То, что они делали и тогда, в те годы, когда они этим занимались всерьез Когда они были популярны в кругу определенном, да Они тогда казались чем-то совершенно немыслимым Абсолютно невероятным, опередившим время И сегодня такие же, ничего не меняется Вот их звучание сегодня, оно, ну я имею в виду, если слушаешь Оно ровным счетом такое же, как и тогда, по ощущениям По ощущениям Так что, может быть, Александр и прав в чем-то, не знаю 46-47, это короткий номер для ваших смс Сначала пишите свои, делаете пробельчик, а потом уже все, что хотите О, это последнее, просто Мандельштам Пишет человек О как Я ориентировался на Роберта Фроста, но почти О как, а получилось почти Мандельштам Мандельштама я читал в конце песни Зори, может быть, поэтому Вот может быть Привет барабанщиком, слышал его вживую в нескольких группах, в которых он играет Талантливый парень, удачи вам, Валентин, удачи, ребята И симпатичный Слушай, почему ты об этом все время говоришь? Я потому что должен как-то А, поддерживать парню Не, почему поддерживать, говорить правду ему в лицо А, вот так Если он не прав, я ему тоже это говорю Хорошо, понятно Ну, опять же, какие-то свои отношения в коллективе Это тоже важно У каждой группы свои отношения внутри А, кстати, есть у вас какой-то собственный юмор внутренний? Который, ну или, как бы сказать, собственные фишки, прихваты Которые понятны только вам Которые были бы непонятны окружающим Центр этих шуток, мне кажется, как раз Валентин Он просто очень мало говорит Но если он говорит, это всегда смешно Ну, в смысле, в хорошем смысле Потому что он заговорил уже смешно? Нет, ну это тоже иногда Да, но в целом нет Он как-то очень мало Но прям вот Это сложно Возможно, он пошутит сегодня, но Ну пока нет Пока желания, собственно, у него нет особого Жалко, мне хотелось бы услышать, что имеет в виду в данном случае Иван Барабанщики, которые разговаривают, это редкий случай Это правда Но если ты говоришь, что он говорит редко Ну, значит, точно говорит Это как хороший анекдот То есть старый-старый Когда ребенку 8 лет, а он не разговаривает Его к врачам водили Уже и так, и всякое Лекарства какие-то доктора прописывали Ты терапевт, ты поймешь Уже и с той стороны И примочки, и притирки, и уколы Не, нифига не разговаривает И все Как-то пришли домой После очередной больницы Мама ставит ему борщ Он берет ложку в рот Говорит, да что ж опять несоленое Ты разговариваешь? Он говорит, конечно А что раньше молчал? Так повода не было Раз рот-то открывать Лишний раз воздух сотрясать Это у ведущих такая работа Сиди себе языком лязгая Он барабанщик, человек ответственный Ударник Ударник производства Слушайте, что касаемо альбомов Давай-ка расскажем об этом тоже Ведь важно же Альбомов у нас два Технически, наверное Это первый, который мы записали Давным-давно Называется «Танцы около» Я считаю там Отличные песни Которые, наверное Тогда мы сыграли как могли Сейчас хочется прям переиграть Вот Альбом недолго 2012 года Я считаю, что Конечно, там мы Сделали все, что могли И там, собственно И с нами работали Там Павло Шевчук Это был продюсером Собственно, этого альбома Это, собственно, человек Который там Земфирой работает И так далее Ну, то есть такой Вот там Сыграл, кстати, Хэн Это барабанщик морального кодекса Там в нескольких у нас песнях Ну, то есть такие Как бы очень приятные Потрясающие, серьезные люди Там Олеся Персианова Спела нам Вот эта вот потрясающая девушка Которой мы иногда работаем Народница Вот Вот сейчас У нас есть, кстати, такая традиция Мы на запись приглашаем Всяких Хороших людей Тогда у меня Тогда у меня будет Очень некорректный вопрос Сколько стоят Эти люди в записи? По-разному Эти люди стоят Ну, не больше, чем бы Они там Попросили с меня Как с приятеля То есть вы все-таки За деньги, что ли? Я же надеялся, что Они просто так приходят Нет Ну, это мы настаём Люди профессионалы Их не стоит Ну, хотя да Нет, я сейчас хотел На самом деле сказать В любом случае Даже если это и оплачивают Что наверняка Не сумасшедшие И вряд ли Студия стоит дорого Вряд ли классные музыканты Пошли бы даже за деньги Работать с тем коллективом Который бы им не был Тот же Хэмб Например, он Ходит только по желанию С кем ему нравится Ну, допустим Ребята из дискотеки Аварии совершенно бесплатные Нам там подпели А, да У нас есть прекрасная история Есть песня «Ведьма» Которую мы, кстати Не будем в этот раз петь Но там в конце хор И нам надо было Просто набрать людей А мы писались на студии Господи, на Таганке Которая, да И просто пошли По соседним комнатам Там люди писались Там сидел человек Из дискотеки «Авария» Вот Ну, еще нет Ну, еще пела Карина Хмедзарипова Которая моя подруга Из группы Как она называется Ну, из поп-группы Я забыл Карин, прости А? Свои правила Ну, неважно Короче, в общем Несколько поп-известных музыкантов Несколько известных поп-да Да, спели Спели слова Гори-ведьма, 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 гори Я считаю, что В этот момент Мир слопнулся И ради этого То есть ради этого Песня была записана Мне кажется, да Вот Поэтому Ну, что сказать Я на самом деле В данном случае Почему? Это открывает Несколько С иных сторон Иными гранями Коллектив Под названием Встреча рыбы Просто потому, что Хорошие музыканты Я сейчас говорю о хороших музыкантах Они даже за деньги Не стали бы играть С теми, кто Неинтересен По сути своей А это значит Что к этой группе Нужно прислушиваться Я сейчас как-то сообщаю тем Кто может быть считает Что эта музыка не их Так бывает Вот человек слушает Вроде бы как Что-то непривычное Необычное Нестандартное для него И он говорит Ну вот, например Как Илья Тиняков Сегодня, увы, не мое Всем пока До завтра Илья зря Зря батенька Я просто не его Как сказать А что такое Мое, не мое Вот у тебя есть Твоя музыка И не твоя музыка Что ты слушаешь Помимо себя, естественно Ну, я даже не знаю Американцев, наверное Взрослых достаточно Типа Или австралийцев Ника Кейва Там Тома Вейтс Ну, таких Ну, в общем, тоже Там музыка, которая Далеко не для всех Да, мне кажется Я не знаю Вы видели, как ломятся Залы на Ника Кейва Мне кажется, для всех Подождите секундочку Если зал ломится И в зале, например Тысяча человек То это далеко не все Это тысяча человек Ну, ладно Я Понимаешь, да? Так что и Ника Кейв Я чуть не подрался На концерте, кстати Ника Кейва Что совершенно Как говорит Люди разные ходят На Ника Кейв А что тебе Или кому-то не понравилось Там длинная история Но я их до сих пор ищу А еще зачем Что привет передаешь Но вообще передай сейчас Дорогой друг Мне кажется Вадим меня научил Некой степени брутальности Потому что он человек Как бы вообще Из маленького шахтерского городка И вот он Я просто Вот у меня нет сомнений Что если что Он просто спустится со сцены И просто И порвет на части А где городок? Российский? Украинский? Если шахтерский То это наверняка что Не, я сибиряк Я из Кузбасса А, Кузбасс Да, я родился В Новокузнецке Маленький Ну, вырос рядом В Междуресенске Есть такой шахтерский Маленький город Понятно, тогда понятно Ну, я там уже Давно не живу Правда С 85-го Ну, бывает Бывает, понимает Но тянет на родину-то Иногда хоть Тянет все время Давайте дальше петь, ребят Давайте дальше Что это будет По программе Судописи Мавашей? По нашей программе Песня Волк Которая, кстати, нам на записи Помогала писать Замечательный тоже человек Который мне сейчас пишет В тени живот Витя Санков Это басист группы Палюса Вот тогда еще Вадим к нам не присоединился Понятно Вот, поэтому Группа Палюса Тоже в ротации своего радио Как-то вы упоминаете В своей группе сегодня Те, которые в середине своих? Нет, ну, нам вообще Про вашу передачу Рассказала Дарья Которая Нуки Вот, она прям сказала Вот вам надо сходить Прямо прекрасный человек Дарья, да Прекрасный человек знает Вот прошел Сказал сходи Все, решил пойти Спасибо, Даша Тогда надо сказать Я так и сказал Ставру Нет, я сейчас говорю Я Про себя надо Ей сказать спасибо Это я о себе Не о тебе Давай дальше Это волк, да? Это песня волк, да Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь у нас встреча рыба Погнали Волк уже у дверей Так спели в последнем треке Положи мне монеты навеки Отправь меня вниз по реке Монет Бери меньше на две Ведь последнему некому Будет класть на глазах Я пою твои песни На плохой мотив На дешевый мотив На паршивый мотив Их так много дешевых Песен Но ты стоишь Секрой Моя некрасивая, милая, юная Воена некрасивая, милая, юная Моя некрасивая, милая, юная Воена некрасивая, милая, юная Такая маленькая земля И такие большие мы Тело мое еще дышит Но от него сочтены Все мои мысли О тебе война Я жду тебя И я боюсь тебя Такая маленькая земля и такие большие мы Тело мое еще дышит, но не его сочтены Все мои мысли о тебе война Я жду тебя и я боюсь тебя Дом и господа, волк уже вошел в здание Пройдет еще немного времени Мы войдем в здание об исчезающих видах Детка, слышишь запах его шерсти? Слышишь скрежет когтей по паркету Он уже седлал в ракету, он уже мчится в земле Эта песня с паршивым припевом Плачет волчицей, в тебе плачет молчицей Такая маленькая земля и такие большие мы Тело мое еще дышит, но не его сочтены Все мои мысли о тебе война Я жду тебя и я боюсь тебя Такая маленькая земля и такие большие мы Вера моя еще дышит, но не его сочтены Все мои мысли о тебе война Я жду тебя и я боюсь тебя Субтитры создавал DimaTorzok Такая маленькая земля и такие большие мы Тело мое еще дышит, но не его сочтены Все мои мысли о тебе война Я жду тебя и я боюсь тебя Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа волк уже вошел в здание 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 Слушай, у нас осталось совсем чуточку Времени-то, между прочим А укуреле как лежало, так и лежит Что значит, ладно Я так полагаю, что ты хотел ее использовать Каким-то образом сегодня Я все жду-жду, когда это произойдет Хотел ее надеть просто Хорошо, да, она смотрится на тебя хорошо Правда, с ней ты лучше выглядишь Справедливо сказал Значит, Екатерина Устинова пишет Вот так вот успеваешь включить свое под конец передачи А тут что-то вообще происходит-то Звучит однозначно необычно, оригинально Запись эфира явно к просмотру Но вот только что человек появился И уже заприметил вас как Историю, которую надо переслушать или пересмотреть Сколько по плану еще? Одна, да, по-моему? Две? Нет, у нас вообще мы больше можем Сколько надо? Сколько мы можем? Сколько можем, я понимаю Мы столкнулись с тем, что у нас больше хороших песен, чем вы думали Да, да, да Мы доискали, да Ну давайте мы сыграем вот эту очень нам песню Я понимаю, да, но все-таки я хотел бы, чтобы сегодня прозвучало укулеле А дальше мы посмотрим по времени еще успеваете ли вы как Песня я хотел поблагодарить, нам очень помогла прекрасная девочка Которую зовут Саша Бронникова На момент исполнения ей было 6 лет Ее сегодня Вадим как сможет заменит Я за нее, да Да, ну это отличная песня И, кстати, Геннадий Мартов Кстати, тоже, да, нам гитарист очень хорошо помог Гена Мартов, спасибо тебе большое За офигительную, красивую, точную и ритмичную гитару Генуак? Ты как-то так посмотрел, как будто он уже это Он тоже на радио работает Поехали! Заметь, это не я сказал Как всегда, живой звук в программе живые Здесь сегодня встреча рыбы Поехали! Здесь нет случайных и нет не случайных Все мы часть огромной страшной тайны Сидим и плачем полной теноте Скачи, кузенечик, выше, помня Что где-то птица ровно камнем ждет И не дождется в сонной тишине Так плачьте, дети, плачьте громче Нам не спастись от одиночества Но так есть шанс, что вдруг услышат нас И рухнут белой звездой И не измени, не капли крови цвета Глаз наших юных глаз Наших юных здесь нет случайных И нет, не случайных Чай в скибел и мы снимаем Чайник в страхе ждем Когда внесут десерт Беги, мышонок, прячься, крошка Ты скоро встретишь маму, кошку И с ней растаешь, будто снег Так плачьте, дети, плачьте громче Нам не спастись от одиночества Но так есть шанс, что вдруг услышат нас И рухнут белой звездой И не измени, не капли крови цвета квас Наших юных глаз Наших юных глаз Несконечный восторг Везут пречная страсть Наших юных глаз Наших юных глаз Наших юных глаз Спасибо большое, человеческое У нас еще есть пять минут Я не знаю на самом деле Готовы ли вы исполнить что-то еще Не выходящее за рамки этого временного отрезка Но я думаю, что сегодня много людей Многие люди Зацепились за ваше творчество И у многих возникло желание и интерес Пойти на ваш концерт Или, может быть, скачать ваш диск Я уверен, что это можно найти в сети Вот, например, Настя Васильева Определила свою сегодняшнюю эмоцию Три минуты тому назад Одним словом Невероятно Вот что можно добавить под этим Просто невероятно А Григорий Груз написал Какая-то непонятная ассоциация с Владимиром Семеновичем Дико извиняюсь Я сегодня что-то расслабился Вот и с Высоцким сравнивать пытаюсь Извините, но это честь Как и за Мандельсама, кстати, спасибо Ну да, действительно Есть образцы, да Понятно, одно дело А с кем? Я прежде всего Марш просто послушаю Обязательно Потом отчитайся Просто мне интересно будет узнать твое ощущение Чем закончите сегодня? К сожалению, время действительно вышло Это вообще даже для нас эксклюзив Потому что ребята Многие из тех, кто сейчас в комнате Они ее тоже слышали всего один раз Мы ее написали Как бы случайно И поняли, что ее надо делать И встретились, чтобы ее сегодня сыграть То есть Вы сегодня сюда пришли, чтобы ее сыграть Я понял Ради этой песни все сегодня два часа и происходило Как я понимаю Но прежде чем мы выйдем на финальную песню Коллектива «Встреча рыбы» Я хочу сообщить, что завтра в программе «Живые» Группа лица Милости просим к прослушиванию Буду рад, если вы соберетесь так же, как и сегодня Как называется песня? Прости Песня называется «Рубахи» Думаю, может быть, она тоже войдет в мультфильник до вечера Сейчас где-то слушают Пусть подумают над этим Ну пусть он, да, пусть он себе подумает А мы с вами должны прощаться Вообще-то я хочу пожелать вам успеха Хочу хотеть Хочу надеяться на то, что будут следующие альбомы Хочу надеяться на то, что аудитория ваша прибавится И на ваши концерты будут ходить все больше, больше, больше Интересных, увлекающихся вашим творчеством поклонников Слушайте, вам спасибо большое На самом деле, как бы, идем всегда куда-то с опаской И на самом деле, очень прекрасна у вас передача И вы, ну правда, молодцы, спасибо вам большое И с днем рождения, кстати Спасибо О чем мы узнали? Спасибо, вспомнил Ну я, нет, ну Да ладно, я шучу Господи, что ж ты такой-то У меня тоже скоро день рождения, надеюсь, вы тоже вспомните 7 ноября концерт 6 у меня день рождения, легко запомнить Ай, господи, прости Встреча рыбы сегодня в течение двух часов Радовали вас своим творчеством Мы прощаемся До завтра Будьте здоровы Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Потом к доске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что в мире Что в мире Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok